Всем привет, друзья, с вами я, Трипл, и это первая неделя капельной подачи и обновления битвы на арене для GTA Online. На Rockstar, как обычно, добавили небольшую порцию нового контента, и прямо сейчас предлагаю на него взглянуть. Ну а вы не забывайте про лайк, если хотите больше новостного контента по GTA 5, и давайте начнем. Самое основное, что сегодня было добавлено в игру, это долгожданный Pegasi Toros, основанный на небезызвестном Lamborghini Urus. В обзоре скрытого транспорта, кто не видел подсказочка, есть в верхнем правом углу, я уже говорил об этой тачке. Среди внедорожников она довольно неплохая и имеет приличную максимальную скорость, даже, как я понял, самую высокую в этом классе, но, как по мне, управляемость страдает. Внешне автомобиль вообще не выделяется, что не скажешь о настоящем Urus. Салон, к слову, также очень расстроил, но зато порадовала цена, всего лишь 498 тысяч долларов, что для такого автомобиля совсем недорого. Не знаю, заметили ли вы, но Rockstar любит добавлять в игру никому неизвестную спортклассику за целый лям, а тут полноценные Lamborghini всего лишь за поллимона. В общем, за свою цену автомобиль неплохой, но внешне лично меня он совершенно не зацепил. Кстати, что касается тюнинга, его тут немного, но для внедорожника вполне достаточно. Имеется куча разнообразных капотов, можно изменить крышу, также есть бампера, но самое интересное это раскраски. Да, на этом автомобиле они также есть, поэтому сделать максимально индивидуальное авто у вас не составит проблем. В принципе, по тачке на этом все, голосуйте в правом верхнем углу, будете ли вы ее покупать, ну а мы переходим дальше. На арену добавили совершенно новый режим под названием быстрее таймера, и скажу честно, он мне понравился, особенно когда в лобби куча народу. Суть заключается в том, что на карте раскиданы чекпоинты, и проезжая их, вам прибавляются дополнительные секунды. Задача протянуть дольше всех и тем самым победить. То есть, грубо говоря, это новый тип гона, где если ты будешь тупить и не собирать чекпоинты, твое время закончится и ты тупо взорвешься. Кстати, карт с этим режимом всего три, но зато прямо сейчас на них действуют бонусы в виде двойных выплат денег и опыта, поэтому нафармить лаве на тот же пегаситорос у вас не должно составить проблем. Да и вообще, на все режимы на арене действуют двойные выплаты, поэтому фармите пока это возможно. Переходим дальше, и следующее, что сегодня добавили в игру, это старый добрый рождественский контент и украшения, то есть пиротехника, маски и одежда. Поэтому, друзья, в GTA Online уже потихонечку начинается подготовка к новогодним праздникам, жалко только, что еще снег не выпало. А выпадет он, так как я знаю, вы по-любому будете задавать этот вопрос в комментариях, примерно 25 декабря. Но и это еще не все. Помимо новогодней одежды, на этой неделе за вход в GTA Online вы получите футболки с логотипами производителей Пегаси и Варпит. Поэтому обязательно загляните в магазины одежды на этой неделе. Ну а что по скидкам спросите вы? Скидка 45% на Tempestus, 40% на Adder, Drift, Ampu и Frogger, скидка 35% на Entity, XF и Dune, Faf, ну и скидки 30% на все автомобили Бенни, что просто безумно круто. А также на PKP, Terrorbyte, Strikeforce, Laser, Turismo R, Omnis, Kockett Classic, Ellie, Spectre и Cheetah. Вот и все друзья, попытался максимально коротко и ясно рассказать вам обо всем новом контенте в GTA Online на этой неделе. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, ставьте лайк под этим роликом. Ну а тем, кому нужна накрутка и прокачка персонажа в GTA Online по самым низким ценам, то бегом обращайтесь в мою группу, где очень быстро и качественно мы прокачаем вам любое количество денег, любой уровень, открытие всех услуг, без бана и с приятными бонусами. Кроме всего прочего действует промокод X2Money на ПК, который удвоит ваш денежный заказ. А также до 24 декабря доступна крайне выгодная акция на PlayStation 4. В общем на этом все, всем удачи друзья и до скорого, пока! Субтитры сделал DimaTorzok